Я только покопать собрался. Друзья, я думаю, что все равно поеду. Будем надеяться, что он закончится, пока я доберусь. Может, не все так страшно? Ой, ребята, гляньте, цапля полетела. Ух ты, серая цапля. Вот оно, мое поле. А вот он я, маньяк-копатель. Сейчас будем переодеваться, за одну погоду посмотрю. Это чую уже смотреть. Ну, мало ли что. Блин, Беларусь вся, вся, блин, под дождем. Е-мое. Приветствую вас, друзья. Как видите, зеленые человечки существуют в природе. А вы на канале золотой хобби. Сейчас будем искать золото. Так, товарищи, у меня находочка. Ребята, видите, вон на поле человечка. Это не просто человечек, это камрад, я офигел. Вон ходит, копает по махим приборам. А у меня находка, я уже сказал, я прошел всего метров пять. Гляньте, что у нас выпало. Видите, земля сухая. Не спело промокнуть. А у нас пятачок, между прочим. Тридцатый год, что ли? Ну, нормально. Да, друзья, копать, конечно, неудобно. Копать цитковь свалил на титарные точки. Решил, наверное, что сама тут рядом нечего толкаться. Ну, ладно. А вот монетка ряд. Ну, правда, опять советики у нас выпали. Так, но хоть год какой. Тройечок у нас. Тридцать пятый. Нормально. Более-менее. Вот это приятно. Тридцать пятый, это вам не тридцатый. Да, комрады. Тусть с ветром, конечно, сам не вышибает только в путь. Но у меня серебро, товарищи. Ага, что я говорил, это место еще убивать и убивать. Я уже третий раз здесь и третий раз. Я вижу здесь монетки вот эти. Смотрите. Такой полный клубок и сигналчик. Так. Ой, с этой стороны не очень. Вот она, класс. Смотрите, красота какая. Друзья, Кристиночка, королева Швеция, обронила здесь монетку. Ну, их здесь уже много накопало. Смотрите-ка. Может, не только кошелек здесь был. Может, реально жили долго в то время. Ребята, приходится когда-то снять рюкзак, чтобы показать нам, что я выкопал. Понимаете, я еще какую выкопал. Сигнал просто был сильный. Сомневался был. Может, железо. Но, ребята, гляньте, что у нас тут лежит. О, я догадываюсь, что у нас. Это, друзья, у нас от самовара ключик. Гляньте, какой он классный. О, краник-то перекрывал. Большой был самовар. Ох, красотень какая. Слушайте, целый. Я недавно малюсенький находил. А этот здоровый, наоборот. Кто-то чай пил. Блин, товарищи, я бы сейчас тоже чайку не отказался выпить горяченького. Какой капец. Прячу, ребята, планшет от дождя. Вот так вот стою, прикрываю с собой. Потому что у меня монета снова. Вон она. Не знаю, сколько я выдержу на этом поле. Но когда монетки лезут, уходить-то не хочется. Ребята и девчата. Но, единственное, что, конечно, это у нас снова советики. С другой стороны, а что это советики? Советики бывают ого-го какие. Так, а это у нас что? Ух, мне капает на экран. Что, 30-й год? Или 50-й? Не, 30-й. Где копеечки нас, друзья? Берем. Так, товарищи, за этой ямке сигналчик был куда лучше. Уже думал, сейчас серебро, но дождь, блин, такой. Ой, капец, просто, ребята. Вот что выпало, гляньте. Зелененькая выпала. Черного империя? Ну, а нет, это у нас, товарищи, одна копеечка. 24-й год. Вон она. Не 25-й хоть. А то я ее тут тру, понимаешь. Нормальный, кстати, сохран. Более-менее еще. Для распашек. Он сухожи находил, гляньте. Хожу, 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 хожу. Стараюсь не пропускать, не отдаля сигнала. На 12-й частоте, между прочим, хожу. Гляньте, как уже вся катушка облипла всяким гуаном. Стала тяжелая. С тяжелой катушкой, блин, хреново ходить. Гляньте, комрад вернулся обратно на поле. Видать, там хреново было. Вот, женщины, смотрите, какие были набойки на сапоги в стародавние времена. Так, ребята, что-то мой планшет не хочет включаться. Блин, засунул опять рюкзак. Неужели я его похерил? А у меня монета. Камрад подходил. Он копает с Орликсом. А я копаю с Десом. Итак, у нас 3 копейки, 31-й год. Ё-моё. И вот ради этого тут мокнувся. Сушу планшет. Надеюсь, она живет, блин, иначе капец будет. Кстати, закон подлости. Вот как только я пришел к машине, так и дождь закончился. Ну, правда, ветер тут замерз, уже весь мокрый. Задница мокрая, вода текла сверху. Как присядешь каждый раз за находкой, так что-то там течет, блин, по спине. Сапоги. А, как пьяц вообще. Вот далее, какой здесь красота. Вроде как помыл Деос. Надо в его озере ополоснуть, там в воде не подойти, блин. Так, что-то вроде как получилось. Просох, что ли. Мощная вещь. Уже какой-то идет чем, наверное. Слушаем айпад. С большой, при большой надеждой, что все-таки он оживет. Продолжение следует... Фу, товарищи, блин, ну я вообще... Как я переконил. Я сейчас думал, ну все, блин, похерил планшет за 500 баксов. Теперь, как же не говорить. Утопил. Не знаю. Короче, блин, работает машинка. Слава богу. Но я уже задумался, что надо покупать экшн-камеру. Ребята, канал растет. Надо же повышать качество съемки. А я каждый раз мучаюсь вот так. Вот сегодня опять какой-то дождик намечается. А я собираюсь сегодня еще пару часиков хотя бы покопать. Вот как мне теперь быть? Не знаю. Но вчера ж были находки, были. Несмотря на все препоны, дожди. Короче, ребята, лайкос. Планшет работает. Это значит, что деньги, которые я потратил бы на его ремонт, я теперь потрачу на покупку экшн-камер. Вот так. Мы оказались с находками. Гляньте, у нас 6 монет. И что приятно-то? С серебром. Ну и краник, конечно, порадовал. Вот это я так и не знаю, что это такое. Че отвалилось? Знает, напишите. Монетки-то обычные. Но приятные. Так что, друзья, кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк. И поделитесь им. Потери у всех случаются. Никто не застрахован. Поэтому пожелаем всем лучшее место потерь. Хороших находок. Правильно? Ну, хотя бы вот таких. А на следующий день, ребята, вот такая погода. Но надо же, вот мне, чтобы вчера была такая, а? Вот синоптики, блин.